Здравствуйте, товарищи! На Вароре передача из цикла «Что делать?» С нами, как обычно, директор института ИРС Владимир Антонович Лепехин. Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Здравствуйте! И в гостях у Владимира Анатольевича, но и у меня заодно, Алексея Новицкого, генерал-майор внутренней службы в отставке, один из руководителей партии пенсионеров, Владимир Петрович Ворошов. Здравствуйте, Владимир Петрович! Здравствуйте, здравствуйте! Полтора года назад, примерно, по-моему, в феврале 2020 года, в этой студии проходили дебаты, очень эмоциональные, между Николаем Платошкиным и одним из особо приближенных к руководителю КПРФ, Вячеславом Тетекиным. И вот на вашем месте товарищ Тетекин или гражданин Тетекин сказал следующее, что КПРФ все эти 25 лет до этого была из работы Зюганова, была направлена в то, чтобы сохранить партию. Основной кризис мы прогнозируем на осень 2021 года. И мы проводим очень серьезную работу, чтобы к этому кризису оказаться во всеоружии. Я хочу задать вопрос, Владимир Петрович. Как вы считаете, те события, которые произошли после мероприятия 17-19 сентября и последующих за ним выхода в Москве, по-моему, 2000 максимум сторонников КПРФ, означает, что когда они действительно так готовились к пику протестных движений, которые они прогнозировали на осень 2021 года, или если они так приготовились, то что они делают, когда они не готовятся, я уже боюсь всего. Вы понимаете, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я бы разделил свой ответ на три части. Первую часть я бы назвал так – «Битва на найских мальчиков». Вторая часть – это «Вишенка на тортике». И третья часть – «А вот что действительно надо делать». А позиция партии пенсионеров, она достаточно ясная и четкая. Мы однозначно утверждаем, что все последние 20 лет в Государственной Думе находилась одна единственная большая, единая, единая Россия. Просто это был такой змей-госдумыч о четырех головах. И эти четыре головы раз в четыре года вдруг неожиданно делали вид, что они друг с другом незнакомы. И начинали длинно ругаться, видимо предполагая, что граждане России не знают, что все оставшееся время они постоянно пребывают, находясь в Государственной Думе не одно десятилетие, преспокойно проводят всевозможные межфракционные свадьбы, как в прямом, так и в переносном смысле. И, собственно говоря, во время предвыборных боев, так называемых, борьба идет просто о том, какая голова этого змей-госдумыча до какой чашки больше доберется. И, собственно говоря, вся идея предшествующих выборов с точки зрения политтехнологов, она была достаточно ясна. Вы помните, что когда полтора года назад, кстати, как раз когда у вас, видимо, шли дебаты, лидеры четырех парламентской партии побывали у руководителя государства. И он прямо, ясно и четко сказал, что его вполне устраивают четыре парламентские партии, которые находятся в Государственной Думе. Как они могли ослушаться, пятая появилась. А сейчас я вам сформулирую следующее. И, собственно говоря, первичная работа всех политтехнологов сводилась к чему? Сохранить все четыре партии. Значит, тут достаточно ясно и четко. Владимир Вольфович. Он, кстати, как человек максимально творческий, насколько он мог, да, и максимально мужественно провел компанию, он фактически вытянул ее всю на себя. Все дебаты, все ввел. Хотя фактически в два раза результат ухудшился. Даже посчитали в два раза ухудшился. Значит, ситуация какая? То есть, традиционно расчеты были такие, что 10-8 процентов Владимир Вольфович берет всегда. Он взял меньше. И здесь две причины. Первая – это ситуация с Хабаровском и все, что произошло вокруг Фургала. И второй момент, конечно, вовремя, в кавычках, подброшенный ему, такой ЛГБТ-скандал, гейский скандал, который как бы в определенных кругах подорвал его влияние. Главная проблема среди четырех парламентских партий, конечно, была задача протащить руками, ногами, зубами за хвост в Государственную Думу справедливости России. В принципе, любому грамотному аналитику было ясно, и результаты выборов в регионах показывали, что справедливая Россия в этот состав Госдумы не проходил. Поэтому и даже продуманные вот эти соити, слияния с другими партиями существенно им не добавили. Значит, и безусловно, для того, чтобы протащить справедливую Россию в Госдуму, пришлось прибедять немало усилий, как, судя по всему. И, кстати, после первых результатов выборов на Дальнем Востоке, там, когда еще их не успели откорректировать, то первые результаты были такие. Партия пенсионеров 12%, Справедливая Россия 3,5%, Новые Люди 1,5%. И тогда аналитики Дальнего Востока написали, партия пенсионеров убийцы Справедливой России. Но, как бы, по вере движения, результаты несколько сместились. А дальше, как бы, ключевая задача стояла, нужно двух ананайских мальчиков обеспечить прохождение этой Единой России и КПРФ. Значит, по продвижению КПРФ в Госдуму, как бы, были четко отработаны методики. Но первая методика, которая давно использовалась, это методика, так называемого, умного голосования. Значит, тут надо отдать должное. Власть очень грамотно изобразила свой испуг перед умным голосованием. Собственно говоря, весь механизм умного голосования был направлен на что? Чтобы в Государственную Думу прошли все представители парламентских партий, но исключая Единую Россию. Вообще, умное голосование настолько великолепно. Я помню, в прошлом году на дебатах в Ярославской области умным голосованием был поддержан Анатолий Иванович Лисицын, бывший губернатор Ярославской области. Это было совершенно комично, когда он пришел на дебаты и говорит, вот вы представляете, ужас какой. Я приезжаю в деревню, дороги разрушены, дома стоят покосившиеся. Это же декорации для фильмов боевиков, да? Я же иду в Государственную Думу для того, чтобы бороться с бедностью. Я буквально теряю на речи, говорю, что Анатолий Иванович, уважаемый, я бы искренне поверен, но я перед этим же как бы перечитал вашу биографию. Вы 12 лет были губернатором вот этой самой Ярославской области. Вы 4 года представляли ее в Совете Федерации. Вы 6 лет были депутатом Государственной Думы от Единой России. Вот что вам все это время... Да, кстати, трижды возглавляли список Единой России по Ярославской области. Что вам мешало все это время? Сделать дороги в Ярославской области, восстановить дома, бороться с бедностью и так далее. И что вы думаете? Поддержанный моим умным голосованием Анатолий Иванович избрался, теперь уже представляет Ярославскую область от партии «Справедливая Россия». Вот, значит. И, кстати, берлинский пациент, когда только пришел в себя, он даже тогда, в прошлом году говорил, а мы лисицы направили в Ярославской области. Ну, вот первый момент. Но умное голосование давало КПРФ, как это ни грустно, полтора-два процента. Тогда использовали активно еще один момент. Это эффект обиженности. Это несчастного Грудинина. Его, конечно, попользовали как могли. То есть, всем было понятно, что его включили в список для того, чтобы снять. Это же было, ну, очевидно. Значит, эффект Грудинина сработал в течение месяца. И обратите внимание, что с августа месяца в пропаганде КПРФ Грудинин вообще ушел. Его просто не стало, он как бы это абсолютно... И что сыграло, безусловно, на продвижение КПРФ? И вот тут, вы говорили, оппонент еще один сидел, да? Значит, а что получилось? Надо отдать должное. Политехнологами был брошен действительно талантливый лозунг. Лозунг по принципу «Кто мне мешает, тот мне и поможет». Твердея «Что мне мешает, то мне и поможет». Значит, как обеспечить прохождение всей четверки дружной в Государственную Думу? Значит, народ не очень любит Единую Россию. И тогда был брошен очень красиво продуманный лозунг. И он звучал так. Если вы проголосуете за непарламентскую партию, то ваши голоса, то есть парламентская партия не пройдет в Государственную Думу, а ваши голоса полностью уйдут в Единой России. Мы еще тогда удивлялись, пропорционально же голоса распределяются. Но вот эту модель вбросили, вбивали, вколачивали, вдалбливали сознание. И от Камчатки до Калининграда мы сталкивались с очень обычными людьми, которые говорили, да я хочу за вас проголосовать. Но ведь голоса-то ведь уйдут в Единую Россию. И мы посчитали, от 40 до 55 процентов, которые КПРФ получила на этих выборах, это голоса не КПРФ. Это голоса тех людей, которых убедили, что надо голосовать за нее, чтобы эти голоса не достались Единой России. Вот это... Обстоятельство непреодолимой силы удвоило результат КПРФ. Так я понимаю, да? Да, безусловно. Значит, а там уже дальше пришлось, так сказать... По-моему, удвоило до такой степени, что, значит, уже стал вопрос. Значит, вы понимаете, список ведь Единой России тоже нет. Список КПРФ тоже не однозначен. И далеко не всех, я думаю, Геннадий Андреевич хотел бы видеть депутатов и Государственной Думы. А теперь вы говорите по поводу протеста. А я предлагаю радиослушателям обратить на очень интересное внимание. Ну, во-первых, КПРФ не осуществляла протестных действий на протяжении последних двух лет. Это нас очень удивило, потому что партия пенсионера с нашими весьма скромными возможностями... Мы в мае этого года провели марш против бедности в Нижнем Новгороде, многотысячный, вдоль берега Волги, закончили его конференцией на стадионе, который был построен к чемпионату мира по футболу. Пенсионной реформе он был построен. Ну, значит, и сформулировали все наши основные идеи, направленные на повышение уровня жизни граждан. Значит, что интересно? Вся протестная активность КПРФ сведена к итогам нескольких выборов в Москве. Только в Москве, по остальным регионам же никто же особо не возмущается. И очевидно, что идет процесс, что называется, воспитания команды Сергея Семеновича Собянина, которая, значит, конечно же, вмешавшись со своими методиками электронного голосования, разрушила очень многие модели. Москва, она как бы иногда любит бежать впереди паровоза, да? И, собственно говоря, вся протестная активность, которая сейчас идет в Москве, она явно видна, она направлена, она не против результатов выбора. Она направлена на воспитание московского руководства. В чьих это интересах делается, это судить радиослушателям. Я бы не стал этот вопрос комментировать. Владимир Анатольевич, тот же вопрос вам. А какой вопрос? Вопрос какой? Готовы ли КПРФ вообще как структура? Вот давайте так, я чуть поправлю, точню один момент. Помните, Владимир Ильич Ленин говорил, что РСДРП и потом РКПБ, да, это партия нового типа. И это действительно на тот период была достаточно новая организация, ставшая субъектом снизу. То есть, там, да, была своя верхушка, но очень многие кадровые вопросы решались снизу. В частности, тот же самый Сталин, ведь он же пришел через низовые структуры, да? Здесь же мы наблюдаем партию, я не могу сказать, назвать Геннадия Андреевича старым типом, чтобы партия не прозвучалась, партия старого типа. Но вот эта партия, мне не поворачивается язык назвать ее коммунистической. КПРФ, вот партия КПРФ, а на мой взгляд, это вот, я даже так и назвал наш эфир, это морально устаревшая партия. То есть, это совсем другая организация, и к, так скажем, к естественному отторжению партии власти после того, что она натворила, ну, они не готовы возглавить ни протест, ни организовать его, ни даже, мне кажется, они не готовы ни на что конструктивно. Они готовы только вот сидеть и... 30 лет сидеть. И три года осталось. Я не знаю. И... Ну, вы понимаете, да? Понятно, понятно. Ну, мы в этой студии буквально через несколько дней, да, или даже через пару дней после выборов, в понедельник даже, да, 20-го числа, делали разбор первых таких итогов выборов. Вот, и тогда я так жестко притекал руководство КПРФ, в частности, по Зюганову, так прошелся жестко, да? Вот. Но сейчас мне хочется немножко КПРФ защитить. Ну, имеется в виду не КПРФ вообще, да, а я констатирую наличие все-таки двух КПРФ в рамках одной структуры, или двух типов людей. Потому что, да, есть руководство, которое проводит такую соглашательскую политику, да, некоторые даже употребляют такой терминологией, как ренегаты по отношению к некоторым руководителям. Вот, и есть масса активистов и огромное количество очень интересных, действительно, серьезных людей в КПРФ, которые, в принципе, должны были быть избраны, но в отношении них были проведены кампании и не дали им возможность стать депутатами, в частности, в той же самой Москве. Вот. Вот у меня такой образ возникает. Вот сейчас, ну, это молодежи будет понятно, наверное, сейчас такой самый ходовой фильм, который идет на экранах, да, так, американский блокбастер, Дюна называется, да. Вот, и вот режиссер, значит, Даниил Вильнев, ну, собственно, я вот как бы невысоко этот фильм ценю, просто, ну, понятно, в рекламных целях он там раздут и прочее, прочее. А вот предыдущий его фильм от 17-го года, это вторая версия «Бегущих по лезвию», да, вот этот сам вот этот образ «Бегущих по лезвию», да, вот он в отношении КПРФ у меня возникает сегодня. То есть, что имеется в виду, ну, в его этом фантастическом, значит, фильме, который относится к 2049 году, собственно, лезвие это как бы разделяет репликантов и людей, да, вот как раз такая грань возникла. Где человек, где репликант, не видно, эта грань стерлась, вот. И сейчас примерно такая же ситуация, где репликанты, где люди, мы примерно понимаем, да, в нашем обществе, вот. Вот, то же самое примерно в КПРФ, то есть, есть вот эти самые ренегаты, есть радикалы, как бы, да, или, скажем, та низовая масса, которая действительно протестует, пытается найти идеологию и прочее, прочее, но не очень получается. Вот, поэтому, ну, можно критиковать совершенно справедливо, и мы уже неоднократно проходились, и сейчас отмечаем недостатки, вот, идеологически, прежде всего, это абсолютно верно, да, и все эти игры с Кремлем, вот, и политтехнологии, которые, понятно, были не только в пользу Единой России, не только в пользу парламентских партий нынешних, да, но еще и, там, может быть, покоснемся, тем более, это прямой касается партии пенсионеров, в пользу новых людей, так называемых, да, вот этих самых репликантов. Кстати, вот в Фейсбуке появились очень интересные, значит, посты по поводу того, значит, что такое новые люди. Кстати, наш вот коллега Шнуренко, с которым мы здесь сидели, да, вот он даже запустил там какую-то статью, опубликовал по этому поводу, где вот полная такая аналогия вот этих новых людей, значит, которые в каком-то смысле даже уже не люди, а биороботы, условно. Вот, и мы прекрасно понимаем, и, кстати, здесь прогнозировали в студии, что вот эта пятая партия, которая будет допущена, да, и ясно, что пятая партия получается объективно по социологии и так далее, партия пенсионеров, но задача у власти другая, как раз не допустить партию пенсионеров до парламента, да, чтобы пенсионерская тема не звучала точно, ее нужно сворачивать, чтобы она не звучала громко, нужно ее сворачивать. А вот либералов, либеральный проект, он просто необходим этой власти, поэтому ни партия Роста не тянет, ни гражданская платформа не тянет, да, Ну, яблоко, как иноагент, им не нужно. Поэтому эти новые люди – это, собственно, вот этот либеральный сегмент, который они протащили. Вот, значит, так вот, сейчас как бы ключевой момент или ключевой вопрос, который передо мной стоит. А что делать вообще с КПРФ в нынешней ситуации? Со всеми теми недостатками, проблемами и со всей той игрой, в том числе умное голосование, да? Чтобы, с одной стороны, эта партия сохранилась. Вот, но трансформировалась, да? В том плане, чтобы поменьше было соглашателей, с одной стороны, в этой кремлевской игры. Но, тем не менее, огромное количество, в том числе и молодых лидеров, таких как Парфеонов, например, да? Значит, ну, Обухов, как бы я его знаю, давно. Мои фамилии. Да-да-да, значит, он себя очень хорошо тоже проявил. И, в принципе, вот. Потом вот эти все последние события, связанные с тем, что наш... Вот я вот тоже эти фамилии называл. И потом, ну, когда вот я говорил про Ивана Ивановича Мельникова, и вот у него в приемной начался этот протест или попытка оформления, значит, исков в судебной инстанции и так далее. Значит, поэтому есть здоровые силы внутри КПРФ. И как сделать так, чтобы внутри КПРФ, да, наметились эти здоровые тренды. И они не просто наметились, а как бы были реализованы. Я вот готов озвучить некие предложения по этому поводу, да, в каком направлении эта структура могла бы двигаться. Ну, так, чисто гипотетически, потому что мы понимаем прекрасно, что за ней следят, ее держат в тяжелых рукавицах, эту партию, да. Соответственно, они дают руководству как-то себя проявить. И наоборот, опутали самыми разными нитями, зависимостями, да. Вот, и помните, вот мы говорили, что вот Зюганов как раз как бегущий по лезвию, да, он в сложной ситуации. То есть, с одной стороны, мы ему отдаем должное, как человеку, который партию сохранил, там, вел эти 30 лет. С другой стороны, мы видим, что, понятно, провал в сторону, как бы, образования такого вакуума с точки зрения идеологии, самостоятельной политики, массовых действий, таких вот активных, да, акций, которые бы проводились не только в Москве. Причем в Москве это акция, которая проводится не совсем с собственной повесткой дня, да. Это повестка дня не партии, не КПРФ, а это повестка дня либералов московских, да, Навального там и так далее. И самое главное, то есть, это до чего, простите, извините, перебью, надо опуститься, вот я другого слова не подберу, чтобы воспользоваться инструментом и поддержкой таких персонажей, как страдалец Леша и его команда. Вот другого у меня, понимаете, ну, я бы побрезговал, вы понимаете, вот. Ну, я понимаю, что нам порой плохое обоняние выжить помогает, но не настолько же, извините. Да, ну вот я просто подвешиваю проблему, что давайте вот поговорим, может быть, в каком направлении КПРФ двигаться, вот, пока вот как бы закончу свои тезисы. Я еще один вопрос задам, ну, сначала Владимир Петрович, потом Владимир Анатольевич. Вот на вашем месте, здесь вот сидел несколько месяцев назад Михаил Ленцхазин и говорил следующее, что во всем КПРФ для власти хороша, всем хороша, но есть там один серьезный очень недостаток. В названии этой партии есть слово «коммунистическое». Поэтому при правильном подходе одной из кремлевских башен надо продвигать партию СССР. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что сегодня вышла статья Прилепина, что он разочарован в... сейчас даже вам скажу, как это точно называется сейчас. Разочарован в себе? Нет. Да, в чем разочарован? Прилепин разочаровался в команде Миронова. О, только сейчас. Значит, сопредседатель партии... Разрывает разборка, да? Прочитаю. Сопредседатель партии «Спропозабра» Захар Прилепин разочаровался в деятельности собственных товарищей, а именно команды его коллеги по политсиле Сергея Милоронов, сообщает московский комсомолец. Политик буквально пришел в ужас, кавычки, от уровня политических интриг в партии «Справедливая Россия». Он, как оказалось, не думал, что ждать подвох ему придется даже от команды Миронова. Прилепин не думал, что любые договоренности могут нарушаться в люб один момент. Кроме того, в ходе избирательной кампании писатель осознал, что не является хорошим оратором, и не готов к дебатам и острым дискуссиям. Но это я цитирую... Вот именно верить московскому комсомольцу стопроцентно нельзя. Возможно, было сказано как или иначе. Да, но это должно быть в кавычках есть. Так вот, есть мнение такое, что от тех структур, ну и тех лиц, которые эти структуры осуществляют, будут потихоньку избавляться. Где есть слово «коммунистическое». Обновление КПРФ, которое совершенно необходимо, поскольку коммунистические идеи поддерживают очень много наших соотечественников. В противном случае они будут поддерживать другие структуры. Вы как считаете, надо ли, так скажем, надо ли КПРФ обновляться, как говорит Владимир Анатольевич, и надо ли, так скажем, властным структурам выдвигать вперед организации, где нет слова «коммунистический», боясь этого слова больше, чем... Ну, вы знаете, одна из немногих ситуаций, когда я не соглашусь с уважаемым мной аналитиком Хайзеном. Потому что слово «коммунистическое», оно ведь само по себе не сильно пугает. А пугает содержание идеологии и пугает практики. Ну, во-первых, что я должен сказать? Вот, принимая участие во многочисленных парламентских дебатах, я столкнулся с одним. Две партии в ходе дебатов позволяли себе просто элементарные подтасовки, клевету, подмену терминов, унижающие оценки. И эти партии были КПРФ и «Яблоко». Ну, если «Яблоко», как партия, которая когда-то была партией российской интеллигенции, а сейчас существенно изменилась, да, можно как бы отнестись к естественному явлению. Но столкнуться с такими демонстративными подменами и фальсификациями со стороны дебатеров от КПРФ было для меня лично очень большим ударом. И вот действительно прозвучали две фамилии, а, наверное, не зря звучат, блестящие у нас получились содержательные дебаты с коллегой Обуховым. Я увидел настоящего профессионала, аналитика, международника и так далее. Мой коллега сказал, и я, к сожалению, и не дебатировал, о неком Денисе Парфенове, по кличке Рыжий, может быть, это оскорбление или нет, но как-то вот... Красный, красный. Да, красный, да, значит. И вот, но он сформулировал так, что он увидел перед собой умного, грамотного и достаточно тактичного человека. Да, он здесь у нас был тоже, очень приятное впечатление оставил. Да, вот вы понимаете, но, к сожалению, такого нельзя сказать о некоторых участниках дебатов, которые сейчас благополучно стали депутатами Государственной Думы, это первое. Второе, что нас, безусловно, пугало, но как изменяться КПРФ, должна решать сама КПРФ, это все-таки партия. Но мы провели анализ идеологии. И для нас было большим ударом, что идеология, вот именно как идеология, как именно система взглядов, которые отражают определенные интересы социально-политических слоев определенных, классов сложно сказать, поскольку и сословия, и так далее, у нас сложная социальная структура. То, как ни странно, идеологии обладают, да, как их обвиняют, там, карманные, ручные оппоненты КПРФ, это партия, которая возглавляет Сурайкин. Вот можно как угодно к нему относиться, но с точки зрения концептуальной, у них типичная, четкая, ясно, вот эта сталинская идеология, класс, рабочий класс, должен, значит, то-то, то-то, то-то. А вот у Яблока, ну, системная либеральная идеология. И мы гордимся тем, что у партии пенсионеров, у нас идеология динамичного консерватизма и реальная система взглядов. К сожалению, у всех остальных парламентских партий, в том числе и у КПРФ, идеологии мы не нашли. И поэтому, вот, в чем главная беда, вот, почему нас пугает больше всего? Вот даже партия КПРФ сначала проспала наше предупреждение 16-го года о том, что грядет изменение пенсионного возраста. А потом, за два года не нашло ничего другого, как просто сказать, давайте довернем прежний пенсионный возраст. Ну, ребята, вы просто обязаны были отреагировать хотя бы каким образом, что в новой конституции России написано, в России формируется пенсионная система. Ну, внесите вы проект закона о формировании пенсионной системы, определите из каких источников, как, что, на каких принципах должна формироваться пенсионная система Российской Федерации в нынешних условиях, когда уменьшается количество работающих, когда нет роста заработной платы и так далее, и так далее. То есть, должен быть концептуальный документ. Второй момент. КПРФ вносит в Государственную Думу проект закона о национализации. И мы всегда говорили, что национализация происходит двумя путями. Либо экспроприация, либо выкуп. Мы берем этот закон, проект закона, подписанный ведущими руководителями КПРФ, и читаем, что национализация должна проводиться в форме выкупа. И все. Понимаете, все. С идеологией КПРФ, как бы, в данном случае, все закончено. Да вот, и вот в этих условиях, как бы, вот что нам делать, оценивая линию этой партии? Понимаете? Сейчас оценим. Понятно, что там миллиардеры Вороненковые, которые потом убегают, да, в Киев. Ну, там любовь была. Да, нет, там... Да, что мы делаем? Деньга, прежде чем, странная была. Да, да, что мы делаем. Покойный человек, не будем вспоминать о нем и так далее. И в этой связи, что я хотел сказать, название не пугает. За 30 лет КПРФ стала важным элементом системы власти, которая купирует, значит, размывает, значит, и, так сказать, фактически направляет в совершенно другую сторону все основные формы социального протеста. Она исключительно нужна действующей власти. Она важнейший элемент действующей власти, потому что 30 лет иначе невозможно так свободно пребывать в Государственной Думе. И я могу это подтвердить еще одним моментом конкретно. Мы внимательнейшим образом смотрели весь ход информационного обеспечения прошедших выборов. Я могу со всей ответственностью сказать, со стороны власти, со стороны администрации президента не было предпринято никаких, даже мельчайших моментов, направленных на информационное иное противодействие КПРФ. Наоборот, в информационном плане они были обеспечены максимальнейшей поддержкой, включая идеологии, давайте национализируем, давайте то-то, то-то и то-то, то-то. То есть было видно, что они выполняли вот эту важнейшую часть, и, соответственно, вот что произошло? Произошло замалчивание инициативы партии пенсионеров. В противовес идеологии умного голосования партия пенсионеров выдвинула идеологию мудрого голосования. А идеология мудрого голосования сводилась к следующему. Голосовать за партии, не представленные в Государственной Думе, чтобы закончить застоем и поменять застоем, вот эту застоявшуюся, сложившуюся десятилетиями систему устраивающих друг друга элементов власти. И вот именно эта наша позиция, даже вот я выступал на эхе Москвы, в первую очередь эхе Москвы, просто закричала, ну это же не соответствует идее давали на ваше будро голосование, чего о нем говорить? А уж про остальные средства массовой информации говорить нечего. КПРФ вполне устраивает соответствующие нынешние системы власти. Что с ней будет через годы, это вопрос, но проблемы, которые она сама себе создает, вот даже по уровню дебатеров, по их, так сказать, ну просто аморальному поведению на дебат, это, конечно, очень тяжело воспринимать. Ну, я согласен с Владимиром Петровичем, что ключевой момент, вот в анализе, да, действий КПРФ, перспектив, это все-таки идеологическая сторона. Потому что недостатков в концепциях, экономической, социальной, какой угодно, их нет. Разработок огромное количество в обществе существует. По идее, если бы КПРФ озаботилась выработкой новой какой-то идеологии действенной, конечно, они могли бы начать такой мониторинг, да, этого пространства концептуального в стране. И, соответственно, как-то абсорбировать уже, вобрать в себя, в свою политическую программу вот те новые наработки, которые есть. Значит, почему-то это искусственно не делается. Да, ну, естественно, как бы тут встает вывод, что, наверное, этому препятствует руководство партии, потому что так задача не стоит. А есть другая задача, которая согласована с Кремлем, да, как раз заниматься риторикой, а не реальной идеологической работой. Вот эта риторическая часть, да, или идеологическая функция КПРФ, она, с моей точки зрения, ключевая. И в этом плане, что касается названия, да, вот это, значит, коммунистическое, ну, это примерно то же самое, то есть тут вопрос очень непростой. Мне кажется, нужно ориентироваться на социологию. То есть социология показывает, что, например, большая часть избирателей предпочитает слово коммунистическое, какое-то другое слово. Ну, тогда вполне возможно, что это некий аргумент, чтобы название менять. Но вот у нас есть газета «Московский комсомолец», которую вы упомянули, да, которая никакого отношения к комсомолу не имеет, наоборот. Собственно, «Московский комсомолец» раскрутился еще в конце 80-х годов. На антисоветчине. На антисоветчине, анти, значит, коммунистическом таком пафосе, антикомсомольском пафосе, да, и так далее, и так далее. Но, когда Павел Гусев приватизировал этот «Московский комсомолец», это, кстати, и многим другим изданиям относится «Комсомольская правда» и так далее, да. Значит, название менять не стали. Почему? Потому что это бренд, и он продается хорошо. И до сих пор мы имеем вот этот «Московский комсомолец», который, ну, то есть как пародия. В этом смысле коммунистическая партия, да, это бренд, от которого, конечно, очень рискованно отказаться, потому что иначе партия может провалиться. Тем более, если делать выбор в сторону какой-то социал-демократии или эсеров, которые Хайзин предлагает. Но это глупость полная. Почему? Потому что, в принципе, у нас этой социал-демократии и этих названий огромное количество. У нас, например, из 14 партий, которые выборах участвовали, у трех партий в названии было слово «Справедливость». Да, то есть так или иначе это эксплуатируется. И вот эти три партии, которые используют «Справедливость», ну, понятно, есть там… И две зеленые еще. Да, да, да. Значит, ну, партия пенсионеров, там все-таки уклон такой в сторону социальной группы, понятной, да, и в сторону социальных технологий. А вот две другие, они там про социализм говорили. Тут еще, если КПРФ изменит свое название, она станет одной из вот этих самых трех непонятной, как бы, социалистической ориентации. С моей точки зрения, вот я ориентируюсь на социологию, единственное на сегодняшний день более-менее выигрышное название для КПРФ, но если говорить о том, что там в перспективе как-то менять, это партия труда, вот. Трудоветики, Керенский. Да, более-более, значит, то есть, причем, переходный период может быть, условно говоря, какое-то время коммунистическая партия называется так, КПРФ-партия труда, ну, потом постепенно, значит, там, становится такой вот левой широкой партии, по примеру, многих партий, ну, как партия труда, например, там, в Бразилии, в Аргентине, там, в Британии, и прочее-прочее, далее и баллисты. Может быть, вот это сработает, потому что все понимают, да, вот эту классовую идеологию таким образом, что с одной стороны сеработодатели, а с другой стороны рабы, условно, да, трудящиеся, так называемые. Поэтому это уже более такое широкое понятие. Вот. Поэтому очень непростой вопрос, что касается названия. Ну, и по поводу идеологии, как раз, идеология связана с законотворческой работой. Тоже вот я с Владимиром Петровичем абсолютно согласен. Если анализировать, например, руководство партии, которое говорит о том, что КПРФ отражает протестное строение, настроение большинства, ну, достаточно проанализировать просто законотворческую деятельность. Вот что такое выдающиеся КПРФ сделало, ну, скажем, за последний созыв. То есть, видимо, тоже некое такое соглашение, что мы как-то голосуем, как-то изображаем какой-то протест, но при этом, в целом, да, как бы в рамках некой такой общей согласованной линии на поддержку того режима, который сегодня существует, и так или иначе присоединяемся к тем законодательным инициативам, которые идут от правительства, да. Ну, поправки, конечно, свои вносим. Вот, поэтому, если говорить о том, что делать, я просто назову несколько пунктов, таких очень важных, таких пунктов, ну, направлений, может быть, там, 15-20, по которым вообще в дебатах должны, с моей точки зрения, развернуться в КПРФ, ну, и это, вот эти линии, как раз ее трансформации, обновления и прочее. Ну, вот первое, самое главное, первое, это, конечно, идеологическая линия, да, то есть нужно не просто вырабатывать эту линию, насыщать конкретными концептуальными, там, моментами, да, политической программы, ну, и поискать некие фигуры, на которых эта партия должна ориентироваться. Ну, у нас вот Ленин есть, Сталин и есть, там, что еще, в данном случае непонятно, на кого ориентируется эта политическая партия, я вот неоднократно говорил, например, про ту идеологию, или, скажем, тот труд, который по заказу московской организации КПРФ в свое время сделал Александр Зиновьев, да, называется «Идеология партии будущего». Очень интересный труд, который можно в качестве пиара даже Компартии взять за основу, раскрутить ее, там, ну, использовать как повод для того, чтобы показать нечто новое. Вот, второе ключевое направление это законопроческая деятельность. Сразу могу подсказать, на чем КПРФ могла бы укрепить свои ряды, как протестные структуры, и это, кстати, уже многие годы про это говорится, именно в адрес Компартии это направляются, эти предложения, но они глухи почему-то, да, вот в этой студии я говорил, законопроект о правовых гарантиях оппозиционной деятельности. Очень серьезная вещь, которая необходима любой протестной партии, прежде всего той партии, которая в Государственной Думе, в парламенте изображает из себя оппозицию. Да, значит, вот такого рода, или, например, начать борьбу за все-таки демократизацию и законодательство, которое связано с митингами, шествиями, демонстрациями, другими массовыми акциями трудящихся, да, потому что этот закон, в принципе, выхолощен на 100%, невозможно даже одиночный пикет сегодня произвести, но в первой государственной Думе за этим законом стояла Компартия, да, вот комитет, который возглавлял там зам Зюганова, разработал вполне демократический федеральный закон, но его за последние там 20 лет, естественно, превратили в полную фикцию, в инструкцию Минюста превратили, в жесткую такой, ну, еще можно кучу всего назвать, касаться этого второго направления законодательства, третье, очень важно, я вот буквально там 4-5 назову, третье очень важно, это вот по поводу мудрого голосования или умного голосования, в принципе, коммунисты, с учетом опыта последних выборов, да, и применение вот этого электронного голосования, которое оказалось открытым, закрытым, по идее, могли бы начать двигать концепцию открытого голосования, то есть не чужую модель, где на самом деле существует консенсус между Кремлем и Навальнятами, да, это умное голосование, там, сделали, что якобы это альтернатива Кремлю, на самом деле, такой общий интерес, вот, открытого голосования и начать продвигать эту тему, значит, сейчас я ее не обсуждаю, потому что тоже это очень такой серьезный разговор, четвертое направление, вот они начали иски в суд делать, это должно стать на ближайшее время одним из ключевых направлений, да, это не просто оформление исков в суд по поводу выборов, которые прошли, а в принципе наметить регионы, где больше всего было нарушений, да, начать там подготовку, значит, поиск этой самой информации о нарушениях, там, с какими-то аргументами в пользу того, что действительно было нарушено избирательное законодательство и давить на власть в этом плане, тем более, что это связано с выборами, которые будут в сентябре следующего года, а как мы видим на этих выборах КПРФ не сработало в направлении подготовки наблюдателей, и мы вот, я на своем участке видел, на других там, многих участках, просто отсутствовал представители КПРФ, а зачем это задача была неактуальной, я сейчас говорю о том, что если мы, вот действительно, КПРФ должно обновляться, значит, она должна стать школой наблюдателей, готовить большой, значит, ну, объем, массу вот этих самых наблюдателей и так далее, чтобы на следующих выборах, если, ну, условно говоря, соглашательское звено на федеральном уровне, вот, ведет свою игру с Кремлем, то, но на выборах законодательных собраний, вообще в органы власти, да, не федерального значения, там КПРФ могла бы какие-то, достичь каких-то успехов, да, в случае, если они мобилизовались, например, в ряде регионов, вот, ну, и так далее, и так далее, я уже не говорю про кадровую политику, последнее, очень важное, вот, мера, в этом году, на этих выборах, мы впервые, наверное, не увидели стремление КПРФ создать широкий народный фронт, да, из левых, патриотические организации, вот, как на ПСР, там, постоянно об этом речь шла, а сейчас так, ну, какие-то левые группы, там, они предложили объединиться, да, кого-то интегрировали в себя, но в целом, такой задачи, мобилизовывать движения, массовые, почему-то не ставилось, вот, а это очень серьезная задача сейчас, потому что, вот, именно в этом году, такой, появился новый тренд, стремление к объединению, самых разных сил, и левых, патриотических, и так далее, на вокруг кого объединяться, я думаю, что, это мало реально, вот, последнее, что я хочу сказать, но, может быть, есть смысл, и почему я вот это предложение хочу сформулировать, из 14 партий, только две партии, на самом деле, отражали протест, только две, вот, я сейчас коммунистов России не беру, я их не считаю, даже сталинская, я считаю, что это русскийская больше партия, ну, и к тому же спойлер, да, а вот две партии, КПРФ, которая, понятно, в определенной степени этот протест отражала, или, по крайней мере, собирала протестные голоса, и партия пенсионеров, может быть, может быть, с регионального уровня, начиная, и так далее, возможно, это вот Владимир Петрович сейчас скажет, несмотря на то, что КПРФ на последних выборах начала компанию, отдельную кампанию против партии пенсионеров, да, значит, чтобы эту пенсионерскую линию перехватить, ну, и так далее, и так далее, может быть, первые такие шаги в сторону консолидации, как раз вот таких протестных партий, которые отражают интересы народного большинства, у нас на народном большинстве 35-7 миллионов пенсионеров, да, тем более, если есть пенсионеры нынешнее и будущее, и есть вот КПРФ тоже, как бы, отражающие интересы, так называемых, трудящихся, вот с этого, может быть, начать единение, и дальше стремиться расширить круг, значит, вот этих партий, условно, да, левая патриотическая ориентация, которая ориентируется на интересы народного большинства. Я вынужденно общаюсь, я не говорю, что это мне не нравится, я вынужденно общаюсь с большим количеством людей, и с учетом своей предыдущей работы тоже, и могу сказать следующее, что у людей сейчас, ну, это достаточно традиционное, разочарование после выборов, абсолютно, вот, и разочарование, прежде всего, против, собственно, организации под названием КПРФ, но такое разочарование, оно достаточно регулярно проходит после каждого выбора, Вопрос такой, а может ли, ну, так скажем, властная структура, позволить создать, создать внутри КПРФ реальный процессный сегмент, то есть, я понимаю, я знаю многих рядовых членов партии, даже знаю достаточно много людей, которые на региональном уровне входят в те или иные структуры КПРФ, значит, но я совершенно точно понимаю, да, что если они будут пытаться самоорганизоваться, а не решать локальные какие-то совсем задачи, да, как только они начнут самоорганизоваться, сразу они не только руководству партии будут опасны, но и также могут создать иллюзии над кураторами руководства партии. С другой стороны, мы понимаем, мы-то с вами понимаем, да, что если нет реальной оппозиции, то мы и сами, то и власть сама быстрее гниет, потому что не на что опереться, но у меня нет ощущения, такого, что на сегодняшний момент во власти люди, принимающие решения, понимают, что им нужна серьезная, им нужен серьезный оппонент. Вот у меня полное ощущение, что они считают, что чем быстрее они это поле выжгут, и что там греха таить, даже вот этих депутатов от КПРФ прессуют сейчас, по крайней мере, у народа такое ощущение, да, у тех, кто хоть какую-то самостоятельность проверяет. Как вы считаете, есть ли во властных структурах люди, которые могут возглавить обновление КПРФ? Вы знаете, ответ на этот вопрос заключается в следующем. А само руководство КПРФ хочет этого обновления? Вот ведь, вы знаете, даже не надо властной структуры, потому что я думаю, все вопросы обновления будут благополучно зарихтованы и, так сказать, прооперированы именно руководством КПРФ. самым по себе. То есть, тут и не надо вмешательства какого-то дополнительного. Вы знаете, к несчастью ведь что получается, когда мы вот ведем дискуссии с представителями КПРФ, они говорят, мы вот то-то сделали. Я всегда, я вот там выступила, там-то. Я говорю, понимаете, был такой выдающийся государственный и политический деятель в России. Звали его Владимир Ильич и фамилия его была Ленин. Так вот, он в свое время сказал, что партия это ум эпохи. Ну, потом он еще сказал совесть и честь и так далее. Вот, понимаете, для того, чтобы быть партией, нужно быть умом эпохи. И вот, любые объединения, соединения, разъединения, они всегда должны опираться на идею. И, кстати, вы говорите, нужна ли стране оппозиция? Я абсолютно уверен, во власти разные люди, во власти есть немало умных людей. И если бы оппозиция, реальная, думающая оппозиция, предложила бы варианты действий и решения важнейших социальных проблем, над которыми бьется и сама власть, и зачастую не может решить не потому, что власть плохая, а потому, что проблемы сложны, то тогда такого рода оппозиция, она действительно была бы не просто нужна, а востребована, потому, что она обеспечивала бы с одной стороны социальную стабильность, потому, что мы говорили, идя на выборы, мы говорили, что основная задача партии пенсионеров это сформировать такую систему социальных отношений в российском обществе, которая бы обеспечила стабильность существования и раз и навсегда убрала Россию в качестве территории для непродуманных и преступных социальных экспериментов как отечественных, так и зарубежных экспериментатов. Вот как бы наша основная задача. То есть нам нужна нормальная совершенно, эффективная и человечески ориентированная система социальных отношений. Вот под это мы работали, под это мы строили свою программу. К сожалению, вот мы столкнулись с тем, и во время дебатов столкнулись, что нашего уровня анализа фактически мы у наших оппонентов не нашли. Вот это беда, понимаете, то есть как бы, потому что беда заключается в том, что кандидаты, выходившие на выборы, ставили вопрос, что я покрасила лавочку, я там крышу отремонтировал, я дорогу заасфальтил, но извини, это не ты сделала, это сделали местные органы власти, просто ты уже будучи действующей депутаткой, да, значит, и из одного школьного двора чужого этот асфальт утащила, и в своем школьном дворе ты его закатала. Понимаете, и к сожалению, значительные группы наших избирателей, а даже старшее поколение, оно привыкло мыслить конкретно, и оно считает, что концепция развития, те модели решения социальных проблем, которые мы предлагаем, это пустой разговор, вот другое дело, подъезд покрасили, вот класс-то, да, не понимая о том, что подъезд-то не покрашен потому, что системно не продуманы и не решены вот эти важнейшие вопросы социального развития, которые надо решать, вот ведь что главное, и это и позволяет вот в этих условиях, понимаете, появляться, вот, вы хотели сказать еще вишенку про тортик, да, про новых людей, да, ведь смысл заключается в том, что большинство, и тут я совершенно с вами согласуюсь, большинство аналитиков говорит, что новые люди это достаточно интересные политтехнологический эксперимент, который сводился к следующему, но не заходит в России в парламент партия вот такое, как бы, даже не либеральная, а вот такая, типа союза правых сил, значит, и тому подобное, и поэтому ее нужно было вот какими-то невероятными условиями запихнуть, но не берут гайдаровцы, значит, все эти чубайцевцы, чубайсята и так далее, но больше одного процента, но больше полутора, но больше двух, но что дело и яблоко со всеми накачками тайской или доходит до трех, и тогда вот, видите, удалось сформировать такую форму, даже не оболочку, внешненейтральную, такой красивый троянский конь, и сегодня у нас в парламенте присутствует структура, это не партия, это структура, в которую можно вливать сейчас любое содержание, скорее всего либерально, судя по всему, что призывную армию убрать, значит, эти, значит, налоги пополам между субъектами и регионами, но вся экономическая концепция, которая, вот, основной идеолог, которая выступала некая Сардана Аксентьева, значит, но, если вот так упростить до предела ее экономическую теорию, она сводилась к следующему, что, придя на должность мэра Якутска, она пересадит чиновников с машин на олени, выселит их из кабинетов и разместит их в Яранге, машины и мэрию продаст, и таким путем она, значит, обеспечит жизнедеятельность города Якутска, при этом, значит, на вопрос, элементарный вопрос, что, вы понимаете, это все прекрасно, но вы пришли в партию, которая за рекламу своей партии во время финала чемпионата мира по хоккею заплатила средства, которые равняются бюджету города Якутска, так не проще ли было эти деньги взять и отдать любимому городу, да, и обеспечить решение всех тех вопросов, над которыми она обвелась, да, чем тратить деньги вот на эту вероятную рекламу, конечно, понятно, что партия «Новые люди», она сделана, мы явно видим, что это сделана группой питерских олигархов, ну, по крайней мере, так говорят социологи, не будем утверждать, сейчас в социологических кругах идет обсуждение, кого выдвинут от партии «Новые люди» на ближайших выборах президента Российской Федерации, будет ли это Алексей Леонидович Кудрин, кто-то говорит даже, что самого Сергея Владимировича Кириенко выдвинут, кто-то говорит, что даже это кого-то из широко известных питерских, так сказать, банкиров и так далее, и так далее, то есть, разные идут дискуссии, но то, что партия «Новые люди», во-первых, пришла надолго, даже не партия, а структура, во-вторых, то, что она подарит немало очень интересных, так сказать, моментов и так далее, и так далее, в нашем политическом раскладе, и в-третьих, то есть, ну, это видно, что это, как бы, чужеродный элемент российского политического развития, и тогда его продвижение необходимо будет постоянно сопровождать соответствующими, знаете, средствами подавления иммунитета, а вот какими нам придется с большим интересом наблюдать. Вот, кстати, появление этого феномена, да, «Новые люди» во многом связано в том числе и с пассивностью КПРФ, поскольку КПРФ не предложила никакой новой идеологии, да, ну, понятно, вот слово «новое» реализовалось в либертарианском варианте. Я вот даже более жестко скажу о роли этой группировки, да, вообще, поскольку мы же, почти колония, да, Россия, периферия, Запада и прежде всего американского образа жизни, американской экономики, да, американской геополитики и покорно следуем за теми трендами, которые происходят там. Значит, вот очень коротко просто скажу, вот тоже я вот вначале на фильмы ссылался голливудские, что у политиков американских на уме в голливудских фильмах часто на языке. Это замечательный фильм под названием «Власть». Ну, он замечательный в каком плане? Он там скрывает некую подоплеку, формирование такой абсолютной исполнительной власти. Значит, авторы этого фильма все на дикой чейной перевели, что вот он там как бы это все придумал и вообще виноват вот в рождении, американской демократии. И будто бы ему принадлежит идея, собственно, выдвинуть сначала Буша-младшего, да, потом взять его в оборот и при этом слабом политике сформировать, реализовать эту теорию абсолютно исполнительной власти или исключительно исполнительной власти. Значит, это сейчас я не обсуждаю. Действительно, была такая попытка, когда исполнительные структуры, прежде всего, аппарат президента получил широчайшие полномочия, да, в США. Штанах Америки. И Дикчене, мы помним, даже свой офис открыл непосредственно в Сенате, да, чтобы контролировать депутатов, конгрессменов и сенаторов. Вот. Но реакцией на это стал резкий рост либертарианства. Да, даже не демократической партии, как таковой, вот этого тренда либертарианства, оголтелого. И вот в итоге мы получили, да, вот эту нынешнюю ситуацию, то есть фальсификацию на выборах, да, полный беспредел либертарианский. БЛМ, да, который был запущен именно в таком варианте, так называемые леваки, которые не леваки, а на самом деле либертарианцы. Значит, у нас, вот ваш вопрос по поводу того, значит, неужели власть не понимает и неужели руководство КПРФ не понимает, к чему все сводится, хочет ли или не хочет руководство КПРФ. Я думаю, что руководство КПРФ мечтает о власти, мечтает, да, но не хочет. Чтобы не отвечать. Да. Поэтому вот эта мечта такая розовая, что да, было бы неплохо, но хотеть они вот в реальности не хотят. Почему? Ну, потому что есть прагматичные интересы, соглашения, деньги, там вот эти все вещи, их вполне устраивает нынешнее положение. Поэтому с КПРФ все понятно. Сложнее с властью нынешней, да. Что можем им рекомендовать? Смотрите на Соединенные Штаты Америки, что стало результатом стремления к абсолютной исполнительной власти. Вот это самое либертарианство, которое там реализовано сегодня, беспредел, да, и фактически власть глобалистов. Значит, у нас вот первый звоночек, что реакции на вот эту косность власти, нежелание работать в правовом поле, в том числе с оппозицией реальной, да, попытка все поставить под контроль. Вот первый результат этого всего появление либертарианской вот этой вот группировки, которая действительно отражает даже не путинские интересы, а интересы как раз вот таких вот радикалов либеральных во власти, Греев, Чубайс, Кудрин там и имя им Легион, которые в тот момент, когда встанет вопрос о транзите, ну, они могут все что угодно говорить там в Государственной Думе и так далее, но по факту они являются поддержкой вот этих антипутинских как бы либералов во власти, да, значит, которые уже получили представительство в парламенте, именно под этой вывеской, потому что под прямой вывеской, ну, правильно было сказано, они бы ничего не получили. Поэтому очень такие тревожные тренды в этом смысле. Нужно анализировать как бы вот вдоль и поперек того, что произошло и, естественно, не на том языке, на котором пишет наша пресса, да, на языке все-таки такого глубокого политического анализа. Вот, так что такая вот ситуация. Говорят, я сам не слышал, что Владимир Вольфович Жириновский выдал следующий инсайт, что никакого значения эти выборы не имеют, но это мы и так знаем, и через пару лет, поскольку будет союзное государство, все будет заново делаться, и поэтому, ну, короче говоря, не парьтесь ничего, вам скажут потом, что делать. А у меня такое ощущение, что такими темпами через два года у нас, может быть, вообще уже ничего не будет. Полностью перестанем стать быть субъектом. И есть мысли по этому поводу. По Владимиру Вольфовичу, который, конечно, очень много знает. Вы понимаете, прогнозы в России, дело, да и не только в России, дело очень, как бы, рискованное. И мы сейчас сказали, что нынешняя модель Думы, включая вот недавно заведенную туда, во многом искусственно заведенную пятую партию, это модель по трансфер 24-го года. Но ответить-то надо на другой вопрос. А трансфер будет какого года? И вот от ответа на этот вопрос зависит достоверность или недостоверность позиции Владимира Вольфовича не только. Я думаю, не один десяток политаналитиков и у нас в стране, и за рубежом действительно анализирует. Никто, собственно говоря, ведь не рассматривал выборы 21-го года как решающий. Для всего мира решающим является 24-й год. Под него все настроены. Есть там, конечно, будет выбор, потому что мы видим тренд, но этот тренд, он же... А я не сказал выборы, я сказал, будет 24-й год. Это разная вещь. По поводу союза. Союз в двух случаях бывает. Союз, который отражает тренд на объединение, на укропнение. И союз как реакция на разукрупнение. Вот вспомним, когда подписывался, была попытка подписать союз, союзный договор при Горбачеве еще, когда страна распадалась, этот распад Горбачев предполагал закрепить новым союзным соглашением, договором. Но он не удержал страну. В этом смысле можно предположить так, Жириновский эти вещи чувствует. С одной стороны, он ориентируется на некую мечту аппаратную, в аппарате эти разговоры ходят, союзные государства, сегодня Россия и Беларусь, завтра еще кто-нибудь, Армения выступает с такой инициативой. Но это некая такая мечта. Вот уже по поводу трансформации союза государства России и Беларусь уже лет пять. Речь идет в том плане, что это единое государство возникло. Никак не возникает единое государство. Наоборот, проблемы копятся. Вот. Это вот с одной стороны. А с другой стороны, если он ошибется, вот на сто восемьдесят градусов, да, значит, и начнется распад России, разукрупнение ее, появятся новые очаги, например, в Сибири, да, куда вот сегодня устремились некие большие проекты, так называемые, идеологические тренды, сейчас мы там города-миллионники будем строить, сейчас мы туда, значит, мигрантов завезем, миллион человек, потому что рабочей силы негде взять. Об особлении Сибири, может быть, об особлении Дальнего Востока, где тоже самая группировка некая начинает двигать создание особой зоны на Курилах, там города-миллионники, опять же, за счет чего? За счет воза туда какой-то рабочей силы из азиатских стран и так далее, и так далее. Может быть, как раз на, в связи с вот этим появлением нового тренда на развал России возникли необходимое создание какого-то нового союза. И все скажут, ну, Блин, Жириновский опять отгадал, да? Опять прав. Вот, поэтому нужно так спокойно относиться к этим заявлениям, потому что, можно с одной стороны вот так посмотреть, с другой стороны позитивных трендов особо нет, но вот эти вот негативные тренды, которые мы сегодня наблюдаем, их на самом деле, чтобы не признавать вот объективный характер этих трендов, будут называть красиво, да, и придумывать новые там названия, там, страна обновляется, какой-то новый союз там, в очередной, как вот с Евразийским союзом, да, был таможенный союз, был Евразес, потом Евразийский экономический союз, там, ну, то есть это все в пределах той же самой пятерки государств, да, но разные названия. Вот, поэтому, да, какой-то союз будет, может быть, новый, да, но уже не на тренде интеграции, а скорее на тренде, вот, в таком нисходящем, но это мое предположение. Вот вопрос тогда такой следующий у меня. Значит, но, есть мнение, что в области экономики мы в 1955 году, и не случайно, под руководством целого министра, да, Галушка опубликована книга «Кристалл Роста», да, что мы в 1955 году поменяли вектор, там много фактов он приводит, у нас здесь был, большую передачу записывал, и что по большому счету нам надо провести анализ этих ошибок и вернуться в 1955 год с точки зрения экономики, да, и начать оттуда другую линию, другую линию развития, да. Кстати, я обращу внимание, что первое появление слова «тренд» в советской литературе было в 1958 году, когда они не смогли перевести книжку, это слово в книжке, господи, новерского лауреата, академика, зарубежного. Их много там. Да нет, ну наш русский. Кондратьев? Нет. Статический баланс, который сделал, забыл фамилию. Леонтьев. Леонтьев, правильно, да. То есть в книжке Леонтьева они не смогли перевести слово «тренд», но ведь в чем особенность экономики по Леонтьеву, да, вот этот набор статических, там не ставится задача. То есть они анализируют тренд и посмертный анализ рисуют, что будет дальше. Значит, в идеологии тогда, если мы говорим, что партия это политическая организация прежде всего, да, то есть понятно политика, концентрированная экономика, и если с экономикой условно говоря более-менее все понятно, то в политике в идеологии тогда куда вернуться? Как изменить идеологическое обоснование? То есть вот какой проект должна предложить та новая партия, которая партия нового типа? Одну фразу скажу. Галушка не философ, иначе бы он понимал, что невозможно вернуться в одну и ту же реку. Вода утекла, невозможно вернуться в 1955 год. Поэтому скорее этот образ он использует для нынешних каких-то позиций как повод для того, чтобы начать какую-то новую игру. Я не случайно вот сейчас сказал, что обособление Дальнего Востока. Вот, но красивые финтифлюшки вот на этом объективном процессе обособления, да, и стремления, например, на Дальнем Востоке выйти в другой уровень сотрудничества с Японией, с Китаем, с Южной Кореей и так далее, так далее, Канада, Соединенные Штаты, Америки и прочее, прочее. Ну, вот, для этого придумываются пиар-проекты, в том числе кристаллы Ростов. Я никаких кристаллов там не видел, чтобы появились кристаллы вот в обществе нашем, да, для этого сначала должно, вот с моей точки зрения, появиться закваска, чтобы что-то сбродило, в конце концов появилось какое-то тесто, какое-то вещество, Это же идеологическое. А потом это вещество будет кристаллизироваться. Или антологическое, извините. А пока чему кристаллизироваться сегодня в России? Вот этому дерьму, которое накопилось у нас за последние десятилетия. Там Геракл в Авгейске уже показал, что надо делать. Такой пиар-проект. Но, тем не менее, это все равно привлекает внимание к сталинской экономике. И с этой стороны это важно. Привлекает внимание. Ну, нужно вот разделять риторику и реальность. Там нет в сущности никакой сталинской экономики. Есть риторика по поводу того, что мы будем порядок наводить, сейчас мы будем государственные проекты большие делать и так далее. Вот то, что выгодно олигархическому классу, им нужны деньги. Вот те деньги, которые являются профицентами в бюджете, да, за счет ограбления народа, ограбления пенсионеров и прочее, прочее, которые они не могут направить в нужное русло в том плане, что даже не могут их освоить. И вот всякие олигархические группы придумывают под видом возвращения в сталинской экономике, а какого-то патриотизма экономического, развития Сибири и прочее, прочее, на самом деле придумали механизм отсоса этих денег из федерального бюджета, профицитных, себе на большие проекты. А этому подается, что нужен большой проект, Россия должна быть глобальной и так далее, и так далее. Когда начинаешь анализировать, нет там никакого большого проекта, потому что отсутствует общество, отсутствует идеология страны цивилизации российской. Демагогия сплошная. Поэтому не нужно, так сказать, верить вот этим всем риторическим высказываниям по поводу того, что мы вернемся в сталинскую экономику. Никто не собирается возвращаться из олигархической структуры в сталинскую экономику. Им в этой экономике хорошо, но только нужно, поскольку она падает сегодня, им нужно как-то найти новое дыхание для нее. А поскольку народ и верит в эту советскую экономику, и очень популярно это все, не будут же они говорить, что мы сейчас криминальная экономика, а мы сделаем еще и более криминальной ее. То мы воровали, значит, госсобственность, а теперь мы бюджет полностью разворуем. Поэтому вот придумываются всякие такие красивые штуки, чтобы народ молчал и, более того, аплодировал бы им. Ну, это мое личное мнение. Я про идеологическую основу. Значит, почему даже среди, ну, мы же как диалектику изучали, да, знаем, что в недрах любой структуры зарождается ядро следующей структуры. В недрах кровавого царского режима зародилось ядро будущей советской цивилизации, которая еще лет 20 нащупывала правильные пути. Мы это понимаем тоже. Значит, хотим мы этого или нет, в недрах нынешней структуры все равно есть ядро. Ядро будущей. Да? Другое дело, успеет ли это ядро... Так вот, как... Если Коммунистическая партия Российской Федерации не выполняет роли идеологического ядра, она не выполняет, мы это понимаем. Название соответствует? Какое должно быть? Какая вот эта... Какая партия нового типа? Неморально устаревшая партия? А какая она должна быть? Вы частично уже ответили на этот вопрос, добавив слово новое. Но... И опять же, хорошо напомнили о диалектике. И действительно, в данном случае я бы вернул вас к третьему закону диалектики. Это отрицание отрицания. То есть, возврат к якобы старому, но и на ином качественном уровне. Значит, вы обратите внимание, что действительно за последние десятилетия пошел такой очень активный интерес, в том числе и в Западной Европе, и в США, интерес к марксизму. Но хорошо это или плохо? С одной стороны, казалось бы, хорошо. А с другой стороны, вот такой активный интерес к марксизму ведь идет почему? Да потому, что современные аналитики, современные теоретики не смогли предложить что-то по уровню глубины прогностичности, да, соответствующему тому, что было заложено во времена марксизма. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что мир другой, он существенно изменился. социальная структура общества совершенно другая. Есть десятки сословий, даже не социальных групп, а сословий, которые, но объективно никак не вписываются в классическую дихотомию, да, так сказать, буржуа, капиталиста и рабочего. Поэтому, на мой взгляд, дело заключается в том, что сейчас идеологически мы находимся приблизительно на таком же уровне, как 1861, да, 1867 год, скорее так, не психологически. значит, где-то и объективно в интеллектуальных мозга, так сказать, кругах и так далее должна зарождаться новая, но не немецкая, может быть, русская идеология, может быть, мировая идеология и так далее, которая должна вот по системности и глубине марксистского осмысления дать новое современное осмысление о существующих социально-экономических и цитально-политических процессах. И не случайно вот мы сегодня, да, вспоминаем выдающегося русского философа Зиновьева, да, во многом некоторые методологические подходы, которые он заложил, да, могут быть в основе вот того идейного прорыва, именно создания новой идеологии. Но ее действительно надо разрабатывать и к великому несчастью, вот я пока не вижу значит, современных мыслителей, которые бы были в состоянии эту идеологию разработать, потому что все эти фукуямы и так далее, они выдохлись, да, как говорится, на первом же шагу, да, тут же и закатились вместе с закатом истории, но объективная тенденция, как мне кажется, развития человеческой идеологии такова, что я думаю до конца этого десятилетия зачатки этой идеологии просто должны появиться, иначе, так сказать, мы и идейно будем идти в такой враскардаже, да, образно говоря, к новым серьезным идеологическим противоречиям. Кстати, опять же, упоминали сегодня выкуп собственности, если вы помните, в 1961 году тоже был выкуп собственности у помещиков, да, и с чему это привело? Привело к ухудшению выше обычного нужды и бедствия судящихся масс. Мы это тоже помним. Да, но мартизм не догма, а метод руководства действия. Что думаете, какой должен быть, Владимир Владимирович, какой должен быть идеологическая основа будущей новой партии, которая приведет... Ну, очень серьезный разговор, я вот только в развитии того, о чем говорил Владимир Петрович, скажу, что такая идеология появится, несомненно, в России, в другом месте она появиться не может, то есть идеология, которая, с одной стороны, как бы вырастает из марксизма, во-первых, во-вторых, из опыта социалистического строительства советского государства, вот, соответственно, осмыслением того негативнейшего опыта, который мы имеем сегодня, как отрицание советского опыта и марксизма, и прочее, прочее. Ну, и, опять же, учитывая, что наша страна, наши люди, наши, там, интеллигенции, образованцы, интеллектуалы и прочее, да, ну, такой концентрации именно методологического уровня, да, осмысления происходящего, ну, я думаю, что ни в одной стране такого нет, поэтому, с моей точки зрения, это появится в России, более того, это предмет отдельного разговора, это уже появляется, вот мы эти контуры видим и Аврора является тем средством информации, на котором как раз происходит обозначение этих контуров, да, вот, ну, это, конечно, серьезный такой разговор, в том числе, для дискуссий и аналитиков разного плана. Один вопрос из чата, зачитаю, точнее, информацию из чата, сообщения, я прошу, прошу прокомментировать как раз в 1898 году, да, написали о роли личности в истории, речь про КПРФ идет, нужно всего-то обновить лидера, а нет, ухватились за слабое место ЗЮ, и давят всю компартию, пока не додавят, партия КПРФ сейчас держит место настоящим коммунистам будущего. Дело в том, что, дорогие друзья, я считаю, что вы явно либо недооцениваете, либо переоцениваете роль личности. Я, по-моему, уже постарался сказать, что мы сталкиваемся во время дебатов, во время дискуссий и так далее не с личностью, мы сталкиваемся со сложившейся партийной системой. именно, то есть, тут уже не лидер, сложилась сложная, взаимосвязанная, переплетенная друг с другом, развитая, концептуальная, организационная, финансовая, территориальная и прочая система. И смена одного руководителя не в состоянии привести к серьезным качественным изменениям. Тем более, я еще раз напомню, что, собственно говоря, сама-то КПРФ это элемент «великой четверки», в кавычках, то есть, это элемент единого змея Госдумыча, который также построен по определенным структурным принципам. И революционер, который придет, он будет в течение, ну, в лучшем случае полугода, в худшем случае в течение десяти месяцев перестроен отрихтован, отшлифован и станет еще более худшим элементом, чем, в общем-то, внутренний, где-то старающийся быть искренним, достаточно, так сказать, неглупый, в общем-то, человек Геннадий Андреевич Зуганов. По закону отрицания, отрицания, по закону отрицания отрицания, старое отрицается новое, новое – это коммунизм. Нет, закон отрицания отрицания гласит так, возврат к якобы старому, но на новом качественном уровне. Это диалектическое отрицание в корне отлично от метафизического отрицания. В этом основа диалектики, в этом основа марксизма. Ну, это к вопросу о том, что если мы отрицаем социализм, да, советский, то речь идет о каком-то новом социализме, о симбиозе, да, принципиально новом, с учетом опыта и той неудачи, которая была в Советском Союзе, да, это не обязательно коммунизм. Это принципиально новое. Это новый строй, но не обязательно коммунизм. Ну, по крайней мере, так, он понимался после Хрущева и прочего. да, как он понимался, да, хлеб бесплатный в каждой столовой. Ну, всем по потребностям он понимался, прежде всего, поэтому это утопия. А вопрос в другом, что потребности только материальные, все время, понимаете, вытаскивалось вот это. Ну, вообще по потребностям, само слово потребности и акцентирование на этом внимании, это утопия, это в каком-то смысле тупик, да, для любой цивилизации, конечно. общество потребителей это что? О, да, да, да. Это как раз антикоммунизм. Ну, что ж, посмотрим, что мы живем в интересное время, да, в интересное время. Может, еще успеем фазовый переход увидеть, по крайней мере, в нем внутри посуществовать. Ну, очень интересно, что нам напишут комментаторы. Пока пишут, какие мы все ретрограды. мы почитаем для будущей программы, потому что для будущей программы очень важно, то есть, как они реагируют на критику КПРФ с одной стороны на те предложения, которые звучат в адрес КПРФ с другой. И надо в огромам греметь оттуда, во кровавом лить дождям, а все вином кончается. Спасибо, товарищи, за сегодняшний разговор. Спасибо нашим зрителям и слушателям, что были с нами. Всего доброго, товарищи, до свидания. Будьте бдительны. До свидания. До свидания. До свидания.